В Рязанской области, возможно, будет объявлен день траура. С такой инициативой выступил местный губернатор Олег Ковалев. Обратился к пострадавшим и родственникам погибших со словами соболезнования. Хочу выразить глубочайшее соболезнование семьям погибших людей. Мы обеспечим все возможные меры поддержки, которые в наших силах. Считаю необходимым объявить в Рязанской области день траура. И уже завтра обращусь по этому поводу к правительству Рязанской области. Число погибших при взрыве газа в Рязани достигло семи человек. Из-под завалов достали еще четыре тела. Сейчас личности погибших устанавливаются. В настоящий момент из-под завалов извлечены тела еще четверо погибших. Это мужчина, женщина и ребенок. В списках пропавших числится мать с шестилетним сыном. Есть ли они среди обнаруженных тел, еще неизвестно. Спасатели вытащили главу семейства из-под обломков спустя два часа после катастрофы. Супруги с ребенком жили на девятом этаже прямо под эпицентром взрыва. Готовили к школе уже. Последний год пошел. Теперь будем его готовить к школе. Ну вот, видите-ка. Только 15 числа они собирали родственников. Вот 15 числа отметили его шесть лет. И все. Ну, их усталось. Вчера 23 числа. До сих пор вот их не найдут. Мы вот ходим здесь вот, дежурим, смотрим. В новостях и здесь вот. Но пока все без результата. К родителям просто, как-то, начнем. Просто... Я буду сейчас подойти. Потому что я сейчас в таком шоковом состоянии. Понятно, что им сейчас ни до чего. Власти Рязани обещают выплатить компенсацию каждому жильцу дома, в котором произошла трагедия. В зависимости от того, как пострадали квартиры, это первое. Постановление правительства Российской Федерации в соответствии с нормативом будем выплачивать. Второе. Те, кто у нас сегодня ущемер здоровье получил, пять человек тоже получат. Ну, семьи погибших по одному миллиону рублей. Вот. Поэтому будем мы дальше разбираться. И каждый, кому нужна будет помощь, все это будет помощи оказывать.